Ну что, друзья, всех приветствую, пандосов и сообщественного связи. Вы знаете, поймал себя на мысли, что я немножко устал от вот этого постоянного стресса, нервика на Кубке Фиферов. И сегодня, как в старый добрый, мы будем открывать пакетики. Даже, возможно, немножко геймплейчика у нас будет без Ювентуса. Реально, последние там 2-3 недели вся голова забита этим Кубком Фиферов. Ювентусом хочется немножко вот почилить. Надеюсь, вы вместе со мной приятно проведете это время. И как старый добрый, по традиции, я отлайкаю первые 150 комментариев. Я вот все сижу и думаю, собирать ли мне Роналдинио 98. Чтобы ответить на этот вопрос, надо будет собрать его арендную версию. Сегодня как раз-таки видосики и затестим. Ну и также по пути собрал себе карточку Уэйна Руни. Прикольно, кстати, что они берут именно те самые старые фотки с обложек старых Фифок. Вот, собственно, как Уэйна Руни и Роналдинио. Так, друзья, у меня имеется 6 наборов с 10 игроками 85+. Давайте постараемся что-нибудь поймать. Ну, понятное дело, на обложке, скорее всего, у нас будет такая себе карта. А внутри может быть. Открываем второй пакетик. Снова у нас на обложке полная херня. А что внутри? Давайте посмотрим. Ну, в принципе, ничуть не лучше, чем предыдущий пак. Мы не отчаиваемся, едем дальше, открываем третий пак. И снова одна сплошная срань. Так, собрал один пик 87+. Давайте посмотрим, что здесь у нас дропнется. О, ничего себе! А вот такого я не ожидал. Парк Джи Сун. Эээ, 150 тысяч. Ха, я что-то посмотрел на все его статы 90+, но я совсем забыл. Какой сегодня у нас месяц? Ну, ладно, в любом случае, приятно ловить подобные карточки. Открывается. И тут Клаус. Еще одна футис карточка. Ну, было бы прикольнее, если бы это был Мбаппе. Блин, даже тот же Клаус стоит дороже, чем парк Джи Сун. Охренеть. Так, еще один пак с 10.85. Открывается. Альварес, 92. Ну, и ластовый пак 10.85+, который мы увидим. Да, в принципе, нихера здесь не увидим. Ну, и перед тем, как мы продолжим, друзья, хочется напомнить вам о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, на свете которых вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта. Также у них есть удобнейшее мобильное приложение. А если вы еще пройдете верификацию до конца, получите невероятный бонус фрибет на 1000 рублей. Все это добро вы можете найти по закрепленной ссылочке. Всем удачи. А если вам нужна, друзья, новая EAFC, либо разные подписчики, ссылочка на мой личный магазин в описании. Можете приобрести как в Телеграме, так и ВКонтакте. А если нужна монета, ему личный сайт по продаже монет также в описании. Так, ну и давайте зафиналим все это веселье паком 84 плюс X30. Только сегодня этот пак вышел. Может быть, в нем мне повезет капитально. Хотя однажды мне уже повезло. Относительно недавно я также крутил все эти рулеточки. И внезапно поймал для себя карту за 2 миллиона монет. Альваран 5 плюс 5. Извините меня, это прям разъеб. Да, уже, наверное, не то время, где стоит восхищаться подобными картами. Но все равно приятно поиграть в конце FIFA за такую карточку. Ну и давайте. 30. Ну и давайте 30 игроков 84. Вскроем, посмотрим, что здесь. Опа, фьюти. Что за флаги? Голландия, ЦП. Хо-хо-хо, Гравенберч. Здорово. Это подгон к Джеффу, пацаны. Вот центр у него, прикиньте. Гравенберч плюс Горецко. Это просто отвал башки. Гравенберч у нас стоит 200 тысяч монет. Я просто в шоке от этих ценников, ребята. Так, ну и давайте смотреть, что здесь внутри может еще быть. Наверное, все. Вряд ли мы здесь что-то хорошее увидим, да. Так, хочу вам показать свой состав. Вот в таком барби стиле у меня Тима. В атаке Альваран, Гризман, Сон. Тут, в общем, смотрите сами, сколько фьюти карточек, которые, ну, я никак не могу уместить свой состав. Так, я думаю, что Клауса можно на ПЗ впихнуть. Затестим его. Ну и парк Джисуна. Давайте вставим сюда. Так, я совсем забыл про своих кумиров с обложки. Немножко сквад переделывается у нас. В самой игре будет все выглядеть таким вот образом. Ну и пойдемте, друзья, попробуем получить удовольствие в геймплейчике. Зайдем в Weekend League. Я уже и забыл, друзья, что такое играть без нервов и на расслабоне. Именно в записи видео. Собственно, сейчас кайф о нем. Так, вот у него Роналду, у него есть 95-й. Чех и Фарланд в атаке. Неужели я буду играть и у меня ничего не будет дрожать? Я буду абсолютно спокоен. Let's go, нихуя чех как летит. Не, чех это имба. Это, пожалуй, самая бесячая карточка FIFA, которая выходила. Кстати, если вы хотите подобный топ, ну, а-ля по итогам FIFA от меня, дайте мне об этом знать, обязательно запишу подобный видеоролик. Альваран. Так вот делаем, вот так вот делаем и забиваем. Почти. Это было сильно. Так, Войн Руни. Хочется лонгшота побить. Не знаю, настроение у меня такое побить лонгшоты, блядь. Вот такое бы залетало бы на КФ Войн Руни. С 30 тысяч километров забивает, красава. А че, можно еще один лонгшот? Ебать. Чуть не залетело два лонгшота подряд. Ой, опасно. Блядь. Как-нибудь. Хорошо, новенький Клаус. Так, счет-то у нас, друзья, 1-0. Я могу довъебываться этими лонгшотами. Давайте сейчас это, какую-нибудь грамотную атаку проведем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Почти. Так, пацаны, а забивать-то когда мы будем? Вот сейчас вот, наверное, да? Оп. И оп. Блядь. Так какого хрена у меня не залетает? Алло. Ой, это он меня качнул. Че, может произойти то, чего я боюсь. Там одна атака от Сопа и гол. Блядь. Вот вам и приехали. Двигаю. Найс подвинул. Проверяйте, блядь. 1-1. Так, все, чувак, ты меня заебал. Я начинаю играть серьезно. Я хотел с тобой пофаниться, а ты мне не даешь пофаниться. Окей, будем играть. По-серьезному. Вот так вот. Ха-а-а. Ой, Барейн. 97 рейтинг забивает. Как дела, блядь? Как дела, нахуй? Побегаем, блядь. Побегаем. Побегаем. Побегаем, блядь. Ага. 3-1. Вот что бывает, когда серьезно начинаешь играть. Так. Ну, это прекрасный пас, конечно. Чеха я не оттолкнул. К счастью. Он не попадает. Нерабочая нога. Чехайте. Оп. Подкат. Хорошо. Вот так вот делаем. Так вот делаем. Ой, соперник тут уже тильтует, блядь. Идеальные подкаты, нахуй, делай. Ты заебал, блядь. Это гол. Чекайся. На. Ну, почти. Вы знаете, пацаны, кубок фиферов рано или поздно закончится для меня. Хотелось бы узнать у вас, какой контент вы бы хотели видеть до выхода EFC24. Напишите вот прямо сейчас об этом в комментариях. Те же пакцы бесконечные, либо геймплеечек. Может и то, и другое. Может вообще ничего смотреть не будете. Но суть как бы вы уловили, что контент нужно записывать. А вот какой. Буду уже отталкиваться от ваших комментариев. Может быть совместки хотите видеть по типу битвы составов. Ебать, как он эти подкаты хуярит. Иди нахуй, я тоже буду хуярить. Иди нахуй. О, я тоже буду хуярить. Это не фо. Блядь, что происходит? Блядь, все, ты меня заебал, короче. Все, иди нахуй. Блядь. На нахуй, еще один подкат. Так. Роберто Карлос. На нахуй, как в старые добрые. Ебать, как в старые добрые, блядь. Роберто Карлос. Вот они его лонгшоты легендарные. Как давно я не хуярил. Бля, вот это кайф. На нахуй. Прям в девятку идеально. Так, ну чувак сгорел. После такого, скорее всего, он ливнет, да. Всего доброго. Хала Мадрид. Что, играем против Финника? Так, ага, ага. О, Поль Пагба. Криштиану Роналду 99. Пацаны, ебать, вот это сквад. Ну, у меня чуточку хуже. Ладно, давайте посмотрим. Так, соперник тут по скиллове, я уже чувствую. Катает и катает. Катает и катает. Тот сразу вперед бежал в атаку. А это что-то, блядь, не хочет. Прострел. Гол. Нет. Или да. Нет. Повезло. Так, окей, хорошо. Алло, здесь не кубок фиферов. Ты что так катаешь, блядь? Это Викендиго в августе. Пиздец. Ладно, похуй. Ща, блядь, отберем мяч. Это Поль Пагба. Френдли файл сейчас мог быть. Так, Уэйн Руни забегает, я вижу. Можно вот такой забросик. Идеальный забросик Уэйн Руни. Так, Криштиану Роналду 99. Что же он будет делать? А нихуя. Нихуя он не сделает, блядь. Нет, что-то сделал. Смотрите. Корпусом, блядь, хорошо оттеснил меня. А вот сейчас отберу. Нет, не отобрал. А вот сейчас отб... Блядь! Как его оттолкнуть, ебать? Поль Пагба не надо, пожалуйста. Спасибо, бро. Не, у Криштиана Роналду корпуска вот там сила 200, блядь. Сейчас тоже под душу тебя, братан. Сори, но ты сам начал эту войну. Так вот делаем. Вот такой пас отдаем. И Уэйн Руни забивает гол. Вот так вот, блядь. Катай дальше, братан. Катай дальше. Уэйн Руни, блядь. Ебошит. 97 рейд. Здесь можно... Вот такой замах. Роналду Диню. Немножко под душем. Под душем. Под душем. И вот так вот сделаем. Сосать, блядь. Отлетай, блядь. Катай дальше, блядь. Катальщик 3000. Против таких, как ты, у меня тоже есть оружие. Так, соперник продолжает меня по чуть-чуть раскатывать. У него МБП вышел, либо он у него был. Я его не заметил. Хуй его знает. Блядь, он все пытается, знаете, вот прострелом меня разъебать. То есть он катает-катает, прострел и нихуя не получается. Он типа... У него одна и та же тактика. Он просто бежит, танцует на фланге и пытается прострелить. Уже раз десятый пытается так сделать. Нихуя не получается. Ну, чувак не отчаивается. Если он хочет так забить, пусть пытается дальше. У меня, знаете, ощущение, как будто я против Димы фаворита. Я играю. У него тоже практически всегда вот такая тактика. Только он при этом на Л3, Р3 переключается. Ну, тоже, смотрите, он катает-катает на фланг и пытается прострелить. Блядь. Ну, вот сейчас почти у него прошло. Пиздец какой-то, блядь. Это случайно не матч на Кубке Фиферов, блядь. Обычно вот на кайф вот так вот катают, блядь. Это викинг Лиге просто такой чип. Смотрите, он до посинения просто держит мячик и катает, блядь. Ну, это пиздец, пиздец. Сейчас он опять попытается сделать прострел, смотрите. Я против робота как будто играю, у которого, блядь, только одна задача. Ну, попытайся лонгшот ударить, я не знаю. Нет, он все пытается вот на фланг. Сейчас попытается прострелить. Блядь, ну это реально безумие какое-то. Все, 2-0, гг, блядь, какой душный дерьмо так что поиграл. Просто интересно на его владение посмотреть. 62 на 38. Но кто победитель? По ходу матча мы тут еще одну футис-карточку залутали. Антмен. Ну, типа Человек-Муравьевы, вы поняли? С дриблингом 99. Так, скоро себе канате заберу, кстати. Вот канате это основа, я думаю, железно. Ну и напоследок, друзья, я собрал еще одну крутилку. 93 оборотень, либо футис. Давайте, без лишних слов, открываем и, 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 и. Ну, как-то так. Ну и по составу, что сказать. Ну, я отыграл не так много матчей, чтобы делать какие-то там невероятные выводы. Но Уэйн Руни за 2 матча, 3 плюс 2, в принципе, карточка прикольная. Забил неплохой лонгшотик. Ну, собственно, как и Роберто Карлос, сколько он там их наложил. Все 4 гола с дальних дистанций, я постоянно за него лонгшотики хуярю. Ронал Аладиньо пока что-то непонятное. 2 матча, 1 гол. Про остальные карты тоже, я думаю, что не имеет смысла что-либо говорить. Ну, а Иваран прикольный вроде. Просто у всех уже такие перекачанные статы. У меня просто на 10 состав, наверное, этих футис будет. Ты уже не понимаешь, кто как играет, кто где летает. Плюс-минус все одинаковые. Потому что у всех статы уже под 99. И ни одной карточки у Ювентуса. Нет, я не жалуюсь, пацаны. Я просто в тильте. Просто столько карт с этими невероятными статами. Ни одной карты не дать Ювентусу. Ладно, все, не ною. Это был мой выбор. Я просто сам на себя злюсь, понимаете? И параллельно заупаюсь на Esports. Ладно, это уже другое. Сегодня у нас был небольшой отдых от Кубка Фиферов. Как вам видеоролик? Напишите об этом в комментариях. Опять же, жду фидбэк по контенту, чтобы хотите видеться на моем канале, пока не проходит Кубок Фиферов. Ну и, естественно, когда закончится, тоже нужно будет что-то пилить. С вами был я, Пандосов, и все еще спасибо, что посмотрели данный контент. И всем хорошего настроения. Чувак, пока.